Последние недели вы говорили о том, что существует реальная возможность, что Россия потеряет право участвовать под своим флагом в летних Олимпийских играх в Токио. Насколько это вероятный сценарий? Вероятность есть, она вытекает непосредственно из главы 11 стандарта по соответствию. Мы находимся в режиме обусловленного соответствия. Это значит при выполнении двух условий. Первое – это до 31 декабря 2018 года обеспечить доступ в московскую лабораторию и обеспечить передачу электронной базы данных в московскую лабораторию. Это первое. Второе условие – это до 30 июня 2019 года обеспечить передачу данных, именно материальных данных. Это непосредственно тех проб по списку, которые будут представлены отделом расследования ИВАДы. Но ввиду того, что все-таки электронная база данных была передана, комитет по соответствию признал этот пункт выполненным до проведения проверки. Отдел расследования ИВАДы установил определенное исправление. В общем, целый ряд несоответствий. База была неаутентична. И в этой связи были вопросы, связанные и с параметрами изменений, и с датами изменений. Какая сейчас нам предстоит процедура? Когда мы точно поймем, смогут ли российские спортсмены под своим флагом поехать в Токио или нет? Сможет ли Санкт-Петербург принимать матчи и Россия участвовать в чемпионате Европы по футболу или нет? Информация официальная, которая шла и была получена из ВАДы ранее, то, что до конца года этот вопрос разрешится. Я так понимаю, были приняты определенные решения по рекомендациям. Мы понимаем, какие это рекомендации? Нет, пока еще нет. Понимаете, последствия и потери для нашего спорта еще рано считать. То есть мы еще не подошли. Понимаете, мы еще до дна не дошли. А где дно? Ну вот давайте подождем. Давайте подождем решения, которые будут. Но я думаю, что еще года три мы будем в состоянии кризиса. Это будет 8 лет. Это очень много. Если так случится, что ВАДА решит пойти на жесткий сценарий, действительно Россию отстранят. И РУСАДА вновь будет признан несоответствующий кодексу. Россия сможет подать апелляцию на это решение и оспорить его? Конечно, можно подавать. Это право любой стороны. Да, собственно говоря. И наша спортивная власть, российская сторона может подать, безусловно, подобного рода апелляцию. Но еще раз обращаю внимание, что если будет установлен факт передачи невыполнения первого пункта, передачи неаутентичной электронной базы данных Московской лаборатории, это означает, что по сути невыполнение первого условия, это значит невыполнение одного из условий автоматически ведет к лишению нас соответствия. Я считаю, как юрист, что эти, ну, они, в общем-то, достаточно предсказуемы. Это решение будет, соответственно, ну, отрицательным для, к сожалению, для российской стороны. Потому что, еще раз повторюсь, мы находимся в режиме обусловленного соответствия. Невыполнение любого из двух пунктов, либо невыполнение двух пунктов, влечет за собой лишение соответствия автоматически. Парадокс данной ситуации заключается в том, что Русада действительно является одним из лучших агентств мира и выполняет все требования и стандарты Всемирной андитоминговой организации. Мало кто обращает внимание, но это критически важно. Это вопрос участия в органах управления Международной Федерацией. И это очень важно. У нас наши представители Российской Федерации, граждане Российской Федерации, руководят, причем достаточно серьезные представители и в серьезных федерациях. Например, можете? Ну, Усманов, например, да, федерация, то есть, дальше Лисин, это стрельбы. Вот, другие тоже. И в этой связи, понимаете, есть такая вероятность, что их попросят оставить эти посты. Вы говорили, что у Русада, по сути, не было рычагов влиять на эту ситуацию, не было даже доступа к московской лаборатории. Вы в ней даже не были. А кто был? У кого был доступ? Кто владел этой базой? После заведения уголовных дел в отношении управляющих, в отношении Роченкова и той команды, которая работала в лаборатории, соответственно, материалы лаборатории находились под контролем Следственного комитета. Министр спорта говорил о каких-то технических исправлениях. Я видел этот список. Слушайте, технические изменения, либо какие-то погрешности, это может быть что-то случайное удаление блока, файла, но они касаются всей структуры. Но это большой объем? Большой объем, да. В моем понимании, да, это существенный объем. Так, по вашему мнению, кто сделал эти изменения и зачем? Кому это выгодно? Это могут сказать только те, кто был вовлечен в этот процесс, да, и кто организовал доступ для тех лиц, кто выносил эти изменения. Эти лица должны были быть наделены властными полномочиями и должны были получить доступ, пройти через фактические ограничения Следственного комитета. Как можно было передавать подобного рода базу, не понимая, что это все будет определено, что это будет идентифицировано? Было несколько версий, которые дискутировались. Это защита достижений олимпийских игр, других соревнований международного уровня, но в любом случае, безусловно, это защита репутации бывших спортсменов и тех спортсменов, которые могут быть наделены определенными властными полномочиями. В прошлом году, когда у экспертов возник затык с доступом в лабораторию, вы написали такое довольно эмоциональное прямое обращение президенту Владимиру Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта. Кремль вас как-то немного осадил. Дмитрий Песков дал комментарий пресс-секретарь президента, что вы вообще ничего не знаете и не контролируете рабочий процесс, а вы не побоялись. И сами ответили ему довольно жестко, что рабочие процессы, которые идут, они никого не волнуют, и ВАДА волнует результат. Вам не страшно было так резко реагировать на слова Дмитрия Пескова? На самом деле, вы понимаете, ситуация такая. Критически важно иметь объективную информацию. Когда мне было сказано пресс-секретарем о том, что у меня нет информации, у меня наоборот ее было с избытком, я как руководитель национального антидопингового агентства должен был высказать свое мнение. Вас в ответ как-то попытались после этого осадить? Потому что обычно в администрации президента не слишком любят, когда им перечат, особенно в публичном поле. Нет, я когда сделал заявление, скажем так, на меня наехали так по-легкому, да, то есть, скажем так... Из Минспорта или нет, это было, нет, это не из Минспорта, это было косвенное, да, то есть требование. Причем жесткие требования связаны с тем, чтобы я отозвал свое заявление президенту. Вот, и я сказал, что я это делать не буду. Более того, оно размещено в сети. Сказали, тогда я должен, да, сделать, соответственно, заявление, которое бы нивелировало бы, да, непосредственно сделанное мной ранее. Но, опять-таки, я сказал, что это мои убеждения, и это должно быть именно так. То есть, фактически, я понял одно, что от высшей власти, от президента, да, пытаются эту информацию, то есть, такое реальное положение дел скрыть. Вам угрожали когда-нибудь? Реально, да, но в разных формах. Просто вопрос заключается еще... Да нет, но я не буду об этом говорить еще раз, это такая деликатная история. Проблема заключается именно в том, что они считают, что они знают лучше ситуацию, и, более того, что их подходы, они наиболее соответствующие. А я считаю, и данная ситуация показала, что как раз те подходы, которые использовались, используются нынешними чиновниками, они недопустимы. А почему, как вы думаете, эти люди не хотят менять подходы, если уже очевидно, что они уже последовательно приводят к катастрофе за катастрофой? Ну, может быть, я чересчур жестко скажу, они защищают, к сожалению, свои ошибки. Понимаете, они пытаются выйти из этого круга порочного, но заходят еще глубже. Несмотря на то, что, очевидно, что вы провели большую работу, но если санкции будут серьезными, если будет устранение от двух, как вы сказали, вы подозреваете, что это не исключено Олимпиад, вы думали о том, что, думали об отставке в этом случае? Нет, почему? Это вызов следующий, понимаете? Просто, более того, я уже даже вел переговоры, на самом деле, дальше, во-первых, отставка моя, в связи с чем? Я думаю, руководству спорта надо подумать об этом. Вы считаете, что Владимир Путин несет какую-то ответственность, как первое лицо государства, за то, что достаточных изменений не происходит? Понимаете, у нас сложная страна, с очень сложной вертикалью, большой, высокой. Я могу сказать только одно, что мне кажется, что внимания президента недостаточно этой проблеме. Владимир Путин сам неоднократно намекал в своих публичных выступлениях на то, что проблема допинга, конечно, в России существует, но, на его взгляд, ее так подсвечивают в России не из желания сделать российский спорт чистым, а из желания ослабить Россию на международной и политической арене. Вот эти клише и шаблоны «Запад против Советского Союза», «Запад против России» не работают. Допинг — это общая проблема. На самом деле статистика огромная. Кризисы были и в США. Кризис недавно был в Австрии. В Финляндии был, там целую федерацию полностью лыжных гонок перезагрузили. Вот смотрите, очень подробно обсуждалась ситуация с мельдонием. Годами спокойно, легально пользовались этим препаратом. Все было нормально. А потом его вдруг берут и запрещают, и говорят, что он нелегальный. Разве это не выглядит подозрительно, с учетом того, что именно российские спортсмены им пользуются? На мельдонии, на мельдронат обратили внимание, когда спортсмены начали указывать в протоколах допинг-контроля этот препарат. И это, я считаю, недоработка властей спортивных. Они должны активно участвовать в международной спортивной медицинской жизни, ввести единую кодификацию фармакологических препаратов. Вопрос и ответственность спортивных властей. Дело в том, что до того, как запретили мельдонии, он был в мониторинговом списке. Год, насколько я помню. Поэтому почему не принимали, почему не принимались меры, это вопрос к руководству спортивной организации. Вы призывали несколько раз, и не скрываете этого, к отставке министра Павла Колобкова. Если коротко, почему? Вот та ситуация, которая связана с передачей проб, она критическая. И в этой связи, я повторюсь, что руководство спорта, которое ответственно за подобную передачу, за то состояние, которое сейчас есть, действительно, оно должно менять подходы. Нужно менять лиц принимающих решения. А как вы думаете, вы у чиновников в целом, вот так жестко высказываясь, какие чувства вызываете? Ну, раздражение, я знаю даже. Более того, на меня идут организованные компании информационные. Вы говорили в интервью Sports.ru, что за вами следят и прослушивают. Я не могу не полюбопытствовать, как вы заметили это. Я не хочу раскрывать мои методы, да, но я вас уверяю, я убежден в этом. И это было уже подтверждено несколько раз, к сожалению. Мы перед этим интервью посмотрели, что простых людей интересует о допинге. И сейчас надеюсь, что вы поможете нам разобраться. Почему нельзя просто разрешить допинг всем спортсменам? Это нарушает все основные культурно-этические принципы, понимаете, принцип состязательности. Допинг, он сразу дифференцирует людей. У кого-то есть деньги на один допинг, это будет тогда битва фармкомпаний. Тогда, получается, это будет не Олимпиада людей, а киборгов. Если простой человек примет допинг, сможет ли он соревноваться с профессиональными атлетами? Нет, все равно, вы знаете, все равно не сможет, потому что на стратегической дистанции, на большой дистанции, это раз. Второе, все равно это внутри. Этот человек разрушает себя внутри. Зачем спортсмены принимают допинг, если знают, что их поймают? Но не менее 50% действительно спортсменов попадают по глупости. Первое, одни попадают по незнанию, по безалаберности. Они употребляют спортивное питание, различные препараты, даже не интересуясь этим. Это первое. Второе, кто-то доверяется, доверяется тренерам и докторам. Это тоже очень большая проблема, на самом деле. Зачем допинг в керлинге? Вот это, конечно, отдельная история, вы имеете в виду по результатам. Это вопрос организации. Вы знаете, я не знаю, для чего он там нужен, но мы знаем случаи, когда подобного рода методы, когда подсыпают, скажем так. То есть подсыпать могут? Да, могут даже, причем внутри своей юрисдикции. Но это конкурентная борьба, внутри даже сборная. Тоже интересуются люди, кто такой допинг-офицер и как им стать? Это люди, которые обладают, во-первых, высокими морально-этическими принципами, достаточным уровнем образования, но сверхъестественного там нет, потому что, допустим, отбор крови у нас ведут медицинские работники. А правда ли, что когда собирают образцы мочи, они прямо в кабинке со спортсменом должны находиться? Ну, при этом должна соблюдаться, конечно, мужчина с мужчинами. То есть, собственно говоря, вот по этому принципу, конечно, мы как раз учитываем как раз вот эту дифференциацию гендерную. Определенно, он должен видеть, самое главное, знаете, что не идет подмена. Были случаи фиксации подмены, даже в местах тестирования. И последний вопрос, какой допинг лучший? Никакой. Допинг самый, вы знаете, вот я хочу сказать, самый, какой допинг лучший, это сила и воля, вот сила духа и воля. Если мы все-таки пропустим Олимпиаду и не сможем участвовать в других крупных соревнованиях, что это будет значить для российского спорта? И можно ли говорить о том, что вот эти последствия, они могут, ну, по сути, сломать судьбу каким-то спортсменам? Как сказать, это трагедия, вообще это ужас, понимаете, вот то, что происходит у нас в стране в отношении спорта. Это какая-то препарация бесконечная идет, вот понимаете. То есть сколько можно издеваться над вот этими ребятами, девчонками, которые кладут свою судьбу на алтарь спорта? И если мы пропускаем Олимпиаду, и спортсмены, я вам могу сказать уже сейчас, некоторые мои коллеги делают запросы нам, в РУСАДА, по фамилиям, по спортсменам, по результатам их тестирования и обработке результатов. То есть наводят справки, скажем так, потому что спортсмены, судя по всему, планируют покидать юрисдикцию. Многие сейчас действительно держат это в голове и даже заявили об этом, что если Россия будет под такими ограничениями, то они приедут как минимум тренироваться в другие юрисдикции. Дальше уже вопрос времени. Сейчас момент истины. Нужно принимать реальные решения. И нам нужны реальные изменения. Вот три шага, которые сейчас можно предпринять, чтобы хоть как-то исправить эту ситуацию. Нужно провести чистку на всех уровнях власти спортивной. Нужно заявить и проводить жесткую линию нулевой терпимости к допингу на государственном уровне. Более того, необходимо открыть и интегрироваться с международным спортивным антидопингом сообщества. Вот эти три меры, которые необходимо сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok